Есть в интернете такая шутка. Платная медицина начинается с бесплатных бахил, а бесплатная с платных. Есть в этом доля правды, несмотря на то, что клиники, которые предлагают пациентам надеть бахилы, должны предоставлять их безвозмездно. Мы решили еще раз разобраться, что почем в бесплатной медицине и какие альтернативы могут предложить врачи. Ежегодно прохожу обследование за свой счет. Дело в том, что у меня специальные анализы, например, онкомаркер, государственные структуры не делали никогда. Это областная онкологическая больница, поэтому я оплачиваю сама. В то же время и рентген я делаю за свой счет. На УЗИ тоже. Есть и платные, есть и бесплатные, есть весьма затратные услуги медицины. Ну, в общем-то, чересчур много я еще не платил. Пока только уколы платные свои. Многое, что платное. Те же снимки какие-то сделать хирургические, это тоже все платное. Медицинский полис. По нему бесплатно? Бесплатно, да. И это абсолютно верно. Однако в нашу редакцию продолжают поступать звонки с жалобами на поборы в бюджетных клиниках. А ведь помощь обладатель полиса обязательного медицинского страхования должен получать бесплатно. Если пациент трудоустроен, за его лечение платит работодатель. Оплата медицинских услуг, оказанных пенсионерам, детям и безработным, возложена на областной бюджет. То есть обратившийся в государственную клинику достает из сумки не деньги, а полис. Это вся амбулаторная помощь, естественно, это экстренная помощь, связанная со скорой помощью. При необходимости, если есть необходимость госпитализации в стационар, естественно, это госпитализация, кровать, белье, медикаменты. Но медикаменты, вот хочу вот этот нюанс уточнить, они прописаны в рамках постановления, опять же, правительства о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах. Это перечень медикаментов, которые в обязательном порядке должны находиться в лечебном учреждении. В департаменте здравоохранения нас уверили, все необходимое для лечения в больницах есть. Исключение составляют лишь услуги, которые относятся к медицинским косвенно. Это сервисное обслуживание и оформление справок, например, для охотников или автомобилистов. Всем жителям России покупать и проходить эту комиссию, покупать оружие, там, становиться охотниками не обязательно. То есть это желание конкретного гражданина. Поэтому в этом случае комиссия для этого гражданина будет платная. Если человек хочет стать автомобилистом, ему нужно пройти определенный врачей для того, чтобы получить справку водительскую. Он тоже также в точности идет в эту комиссию организованную, естественно, лицензированную и получает эту справку платно. Четвертый роддом. На свет здесь малыши, как и положено, появляются бесплатно. А вот где и с кем они проведут первые дни своей жизни, выбирают их мамы. Наталья для себя и маленького Димы предпочла индивидуальную палату. Отдельный вход для родственников, санузел, телевизор, холодильник. Стоит такой, послеродовый комфорт, полторы тысячи рублей в сутки. Прежде всего, это очень удобно, как дома, уютно. Также очень сильно повлияло это присутствие родственников, это большая поддержка. Обычные палаты в четвертом роддоме двухместные. Тоже комфортно, но на платные апартаменты всегда есть спрос. Особенно в летний период, ну, можно сказать, даже возникает очередность. Когда не всегда женщина может попасть в эту палату, в связи с тем, что у нас их только пять. И если палата свободна, соответственно, мама после родов, изъявляя желание находиться в отдельной одноместной палате повышенной комфортности, сообщает об этом медперсоналу, врачу, который ведет роды. Если она свободна, то мы беспрепятственно ее переводим. А теперь, как и обещали, расскажем, какую альтернативу могут предложить врачи. Заболеть и не потратиться – сюжет скорее идеальной истории, нежели реальной. В седьмой городской поликлинике, например, есть отдельная регистратура для записи к врачам по хозрасчету. Всегда пациентов необходимо информировать о том, какие услуги могут быть применены на возмездной, какие на безвозмездной основе. И это, в общем-то, я считаю, основополагающее в оказании платных услуг. Потому что человек должен четко понимать, за что с него вправе взять деньги, а что ему должно быть предоставлено бесплатным. У окна записи к платным специалистам есть даже вот такое предупреждение с призывом узнать о возможности получения услуг на безвозмездной основе. Заплатить придется пациентам, которые за данной поликлиникой не закреплены, но желают лечиться именно в ней. Прием узких специалистов, ультразвуковое исследование, рентгеновская и лабораторная диагностика – это тоже все за деньги, если пациент не готов ждать своей очереди. Все те же самые виды помощи, они предоставляются у нас бесплатно, с одной лишь оговоркой, что, к примеру, есть определенные регламенты. То есть вот к узкому специалисту время ожидания должно быть не более пяти дней. И больница должна у лечебного учреждения в течение пяти дней эту возможность предоставить. Но бывают люди, которые требуют и хотят вот здесь и сейчас. И тогда мы их уже имеем право направить в платные услуги, чтобы они эту помощь получили на возмездной основе. Больным, находящимся на лечении в стационаре, медики могут рекомендовать купить лекарства. Например, импортный аналог того, что есть в больнице. Но это только в том случае, если пациента не устраивает предложенное бесплатно. То же самое с расходными материалами. Приобрести некоторые учреждения в рамках своего финансирования попросту не может. Это слинговые, допустим, операции урологии при недержании мочи, где сама расходная часть стоит очень дорого. Поэтому мы данные операции тоже выполняем на хозрасчетной основе. Потому что пациент, он не платит за операцию, он платит в данном случае за тот материал, который вживляется в его организм. Хотя и на бесплатной основе тоже мы эти оперативные вмешательства выполняем. Нельзя экономить на здоровье, но можно экономить на лечении. Прежде чем заплатить, нужно узнать о бесплатной альтернативе данной услуги или лекарства. Импортные аналоги медикаментов не всегда лучше отечественных. А услуга, оказанная за наличные сиюминутно, ничем не отличается от той, которую окажет через некоторое время бесплатно, возможно, тот же самый врач. Если возникает подозрение, что люди в белых халатах пытаются вас обмануть или напрямую предлагают заплатить за то, что должно быть бесплатным, обращайтесь к заведующим отделений, главврачам или в департамент здравоохранения Ивановской области. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.